Дамы, всем здравствуйте! Это подкаст «Глубоко о женском», очень важный и нужный для каждой из нас. И я его ведущая, женский психолог, тренер и наставник Светлана Суркова. В каждом выпуске мы говорим с вами о том, какие перемены происходят в женском организме с возрастом, можно и стоит ли с ними бороться, а также мы делимся с вами экспертным мнением и опытом и отвечаем на самый главный вопрос – как же продолжать наслаждаться каждым днём несмотря ни на что. Ну что ж, давайте начинать. Этот подкаст мы делаем вместе с компанией «Эгис» в студии «Рэдбарн». Иммунная система защищает нас не только от внешних инфекций вирусов, но и от самих себя. А ещё именно иммунитет позволяет женщине забеременеть. И в сегодняшнем выпуске мы поделимся с вами полезной информацией о женском иммунитете и дадим несколько рекомендаций по его поддержанию и постараемся развеять устоявшиеся заблуждения. И мне поможет эксперт и гость из студии, иммунолог Марина Передельская. Марина, здравствуйте. Расскажите нам уже теперь, наконец, сказали же, что вообще иммунитет является вторым мозгом человека. Действительно ли это так? И если да, то как состоит вообще второй мозг, из какой системы, иммунная система, из чего она состоит? Если честно, я слышала теорию, что кишечник – это второй мозг. Но в целом кишечник тоже относится к иммунным органам. Поэтому фразу про то, что иммунная система – это второй мозг, я никогда не слышала. Но иммунная система – это та вещь, наверное, как нервная система, которая есть везде. Её присутствие – это неотъемлемая часть любой-любой сферы организма, начиная от головного мозга и заканчивая пяткой. Поэтому действительно иммунная система присутствует у нас везде, всегда и вовлекается во все-все процессы, происходящие в организме. Если всё-таки мы говорим про то, что это система, отличается ли она у людей? Разная ли иммунная система у разных людей? Конечно же, разная. Мы все разные. У нас разный цвет кожи, цвет волос. И, соответственно, иммунная система тоже немножечко отличается своими настройками. То есть базовая настройка иммунной системы – это защита и баланс, сохранение баланса и гомеостаза внутри организма и защиту от каких-то внешних, агрессоров, от внешних воздействий и поддержание и сохранение этого организма в целости, сохранности для продолжения последующего рода. Но какие-то мелкие настройки могут отличаться. То есть, например, кто-то склонен к аллергии, кто-то склонен к аутоиммунным заболеваниям, а кто-то вообще устойчив к вирусным инфекциям. Поэтому какие-то мелкие вот эти вот настройки, они, естественно, отличаются. Вот генетически они детерминированы, то есть опосредованы. Можем ли мы разделить гендерно, что иммунная система мужчины и женщины различная? Конечно. Мы обязательно разные. Мужчины и женщины разные. К сожалению, интерес к гендерным различиям появился не так давно. Он был, но именно активная эпоха его изучения началась не так давно. И, например, вот если говорить о клинических исследованиях, о результатах клинических исследований, в основном они были проведены на мужчинах. И только сейчас обязательным, например, критерием включения в клиническое исследование является наличие женщин в этом исследовании. Ну и мужчины и женщины, естественно, отличаются. Во-первых, у нас разный набор хромосом. XX и XY. Естественно, вот это Y хромосомы и вторая наша X, они тоже несут в себе некие иммунные регуляторные гены, которые отвечают в том числе и за иммунную систему. Плюс у нас есть гормональный фон. Если у мужчин это приблизительно всё время стабильный, постепенно увеличивающийся уровень тестостерона, и потом постепенно уменьшающийся, то у женщин это какие-то резкие скачки, эстроген, прогестерон, тестостерон. У нас огромное количество гормонов. Они меняются в течение жизни, причём резкими скачками. Это пубертат, это беременность, это климакс, это какие-то вот такие нюансы. Плюс они меняются в течение каждого месяца. Если у женщины нормальный менструальный цикл, то у нас меняется уровень гормонов в течение месяца. И, естественно, наши иммунные клетки, они имеют рецепторы к гормонам и в том числе реагируют на изменения гормонального фона. И женщина очень сильно подвержена влиянию гормональных каких-то процессов, и в том числе её иммунная система очень сильно подвержена этим влиянием. Как тогда мы можем определить, вот конкретно про женщину будем говорить, что у женщины слабый иммунитет, слабая иммунная система? Как она может сама самостоятельно это определить? Или требуются какие-то дополнительные обследования, исследования, анализы? Ну, слабая иммунная система, наверное, такой очень странный термин. Скорее, она вышедшая из баланса. То есть исходно, да, у нас есть такое понятие, как первичный иммунодефицит, но, как правило, всё-таки это отдельная категория пациентов, у которых прям грубая поломка в иммунной системе. Кстати, вот если говорить про них, немножко отойду в сторону. Чаще всё-таки это наследуется и реализуется у мальчиков. То есть женщина может быть носительницей гена, но реализуется заболевание первичный иммунодефицит. Чаще большинство иммунных вот этих дефектов реализуется у мальчиков. Через мальчиков. Через мальчиков, да. Женщины тоже болеют, но значимо реже. А вот нарушение баланса, например, аллергическое заболевание, аутоиммунное заболевание, какое-то хроническое воспалительное заболевание, это всё свидетельствует о нарушении баланса внутри иммунной системы. Да, там, если, например, женщина стала часто болеть, Если привычная её частота заболеваний, например, 3 раза в год, и вдруг она начала болеть 12 раз в год какими-то простыми респираторными инфекциями, наверное, стоит задуматься, проверить, например, наличие каких-то хронических заболеваний, воспалительных заболеваний, анемии, в конце концов, самое распространённое и простое. Да, тогда стоит обратиться к врачу. И, конечно же, мы не говорим про самодиагностику. Если что-то женщину смущает, стоит обратиться к специалисту и уже понять, оправданы ли эти смущения или это всё в рамках какой-то нормы. Потому что мы все не одинаковы, не по шаблону, а бывают какие-то индивидуальные вариации. А тогда вы можете в продолжении нашей беседы рассказать про аутоиммунное? Ведь сейчас всё, что можно, переписывают от аутоиммунное. А что конкретно это и почему так много заболеваний, точнее сказать, даже не самих заболеваний, а каких-то критерий или признаков, приписывают к аутоиммунному, как бы сливая всё туда? Ну, вообще, если мы говорим, опять же, в разрезе женщин, то женщины более склонны к аутоиммунным реакциям. Ну, в силу... Что это? Аутоиммунная реакция в норме. Наш организм, наша иммунная система защищает наш организм от внешних воздействий и от внутренних. Например, если в организме произошла какая-то поломка, и вместо нормальной клетки при делении образовалась раковая клетка. Иммунная система придёт эту клетку, посмотрит, что она раковая, и убьёт. Так происходит ежедневно, в норме, у нас там много тысяч клеток. Плюс она проверяет свои клетки на соответствие шаблону и стандарту. А вот аутоиммунное состояние, когда иммунная клетка, вместо того, чтобы убить только раковую клетку, проверить остальные клетки на соответствие шаблону, стандарту организма и пойти дальше, делает убийство клетки или уничтожение клетки, или какую-то агрессию на собственную клетку своей иммунной системы. То есть могут вырабатываться, например, аутоантитела, когда поражаются с помощью аутоантител другие клетки организма. Или, например, клетки убийц. У нас есть иммунная система, может убивать через образование антител, а может убивать непосредственно клетка, приходит и убивает другую клетку. Вот это как раз когда собственные клетки без какой-либо патологии нормальная клетка подвергаются агрессии со стороны иммунной системы. То есть это прямо ошибка системы? Произошла ошибка системы? Ошибка системы. И женщины в этом плане очень не защищены. Почти 80% аутоиммунных заболеваний – это как раз женская участь. Почему именно женщины? Почему они попадают в эту зону риска? А в зону риска они попадают в силу, опять же, того, что их иммунный ответ очень интересный. Иммунный ответ женщин, в отличие от мужчин, он воспалительный. С одной стороны, это защищает нас, например, от каких-то вирусных инфекций. Мы значимо реже болеем. Более агрессивный он? Да, он более агрессивный иммунный ответ. И за счёт вот этой гиперагрессии, гипервоспалительного, то есть воспаление, мы легко выдаём какое-то воспаление, агрессию. И за счёт этого женщина чаще, ну, это одна из теорий, что именно за счёт этого женщина и чаще выдаёт аутоиммунные заболевания. Самый, наверное, распространённый – это аутоиммунные тироэдиты в нашем полосе, в нашем регионе. Что это? У нас есть щитовидная железа. В норме это за барьерные органы, которые не видны иммунной системе в норме. И вдруг по какой-то причине этот орган становится видим для иммунной системы. А так как иммунная система с ним не знакома, она начинает его атаковать и убивать. Что это значит «видим»? Иммунная система условно узнаёт про то, что у нас есть такой орган. Как это так? Она всю жизнь жила, не знала об этом, и вдруг она обнаруживает в организме новые органы. Новые органы начинают его уничтожать. Каким образом? Что она делает? Она выбрабатывает антитела к клеткам щитовидной железы и происходит постепенно, планомерная её, так сказать, агрессия. Как на каких-то предвестниках, на каком-то старте можно это почувствовать, понять, узнать, заметить? Пока у женщины нормальный уровень гормонов, то есть щитовидная железа, она очень-очень долго может находиться в этом состоянии. И пока выработка гормонов щитовидной железы сохраняется на нормальном уровне, то женщина может даже не заметить. В основном, это, конечно, когда есть какие-то нарушения функции щитовидной железы, снижается уровень тех или иных гормонов или, наоборот, он повышается, можно там изменение структуры волос, сердцебиение, потливость, в зависимости от повышения или понижения функции. То есть для гиперфункции, повышение функции щитовидной железы характерно, например, повышенное сердцебиение, потливость, эмоциональность. Без причины. Без причины. То есть действительно какие-то... Но это уже гиперфункция. А гиперфункция – это слабость, вялость, утомляемость в основном. Но это как бы такие довольно универсальные симптомы. Они сопровождают много какие-то заболевания, но тем не менее. Поэтому стопроцентно на этот ответ может только дать доктор. Да. После какой-то диагностики. То есть, получается, женщине самое главное быть повнимательнее к себе, заметить какие-то необычные для себя, не для кого-то там ещё у подружки как-то что-то, а именно для себя необычные какие-то предвестники. И вместе с этим обратиться на всякий случай лишний раз к врачу. Но лишний раз – это имеется в виду не каждый месяц, да? А всё-таки это там раз в год. Ну, базовый чекап раз в год, и вы абсолютно верно заметили, что не как у подружки. Всё индивидуально. Я вот, наверное, буду много раз сегодня говорить, что мы все разные. И вот этой разностью мы, да, и в том числе хороши. Но если у подружки от природы густые волосы, они резко начали выпадать, да, это может быть признаком. А если у вас исходные не очень густые волосы, ну, как бы, наверное, это не проблема в щитовидной железе. Ну, это так, образно. А вот если у конкретной женщины избыточно там ломаются ногти, она какая-то слишком стала сонливая, слабая, то действительно стоит обратиться к врачу, провести какой-то базовый чекап, даже элементарно сдать иногда общий анализ крови, который показывает там нарушение обмена железа. Тоже очень частая проблема у женщин. И вот как бы её полечить. И это, конечно же, позитивно отразится в том числе на иммунной системе. Допустим, она заметила у себя какие-то признаки. К какому врачу идти куда? Вот идти сразу к иммунологу, начать с гинеколога или к эндокринологу, или пойти всем сразу по очереди. Как вообще вот, какова система и как правильно здесь следовать, какой трекинг движения? Сначала, наверное, стоит обратиться к терапевту. Частое встречается часто, редкое встречается редко, и какую-то базовую какие-то проблему может определить терапевт. Если, например, терапевт увидит там железодефицитную анемию, признаки нарушения щитовидной железы, он знает, какие анализы девушке сдать или женщине, и уже дальше, выявив какую-то патологию, либо может, если это какая-то несистемная история, то может назначить терапию или отправить уже к какому-то узкому специалисту. Опять же, например, если мы видим какое-то изменение в анализах, мы можем поискать причину этих изменений. Там, доправить, например, если у женщины железодефицитная анемия, это может быть, например, направление к гинекологу для оценки состояния её репродуктивной системы, откуда, собственно, взялась причина железодефицитной анемии. Там это питание, нарушение желудочно-кишечного тракта, это дисгормональные какие-то изменения, избыточные обильные менструации и так далее. И, наверное, начать с простого терапевта. Это вот самое простое. Дальше, конечно, грамотный терапевт разберётся и направит, если необходимо, к узкому дополнительному специалисту. Как часто вообще обращаются к иммунологам и с какими вопросами? Вот с чем приходят? Вот прямо, как говорится, из системы, прямо вот из работы, из практики? К иммунологу обращаются очень часто люди с запросом, что я часто болею. Часто это сколько? Пять, шесть, восемь, двенадцать раз в год. Всё больше пяти? Больше трёх даже. Больше трёх в год? Именно даже просто вирусы или какие-то заболевания? Вот что-то часто на больничные я стала уходить? Или это именно про температуру? Ну, кто-то обращается, что я часто стал болеть, что кто-то говорит, что я стал слабой, не снижена работоспособность. Есть люди, которые обращаются с изменениями в анализах. Вот я сдал вот эти анализы самостоятельно, у меня вот эти изменения, я прочитал, и такие действительно очень много приходят. А на поверку, на самом деле, например, когда приходят дети, которые часто болеющие, то здесь необходима, например, коррекция питания, коррекция одежды, коррекция физической активности, очень часто это коррекция сна. И это самое, наверное, сложное для людей, принять то, что здесь не надо принимать таблетку, что всё хорошо с иммунной системой. Что всё опять зависит от них, и ответственность опять за то, что с ними происходит, только, к сожалению, у них. Так что, естественно, это самый сложный ответ, который они не ожидают услышать, в надежде на то, что вы дадите им волшебную таблетку. Которой нет. Которой нет, действительно нет. Марина, скажите, пожалуйста, влияет ли погода, или вообще сезонность, или климат, или место геолокации, где человек проживает, на иммунитет? Особенно женщины. Нас как бы больше не живут женщины. Очень часто же мы слышим вот это вот, я солнцезависимая, я там тёплозависимая. Вот насколько это влияет? Есть ли какие-то исследования, которые доказывают то, что там, допустим, у северных каких-то городов или стран может быть даже иммунитет более ослабленный, чем у жителей, которые живут в каких-то более тёплых, приятных, комфортных условиях, где больше солнечных дней? Здесь, наверное, было больше исследований про урбанизацию, про крупные города. И здесь, да, действительно, проживание в крупных городах, где у нас высокий уровень тяжёлых металлов в воздухе, у нас в уровень каких-то вредных содержаний, вредных частиц в воздухе. И это всё способствует росту заболеваний, аллергических заболеваний, аутоиммунных, хронических, воспалительных. Мы сейчас говорим про то, что вот как раз в этих условиях система чаще даёт какой-то сбой, и вот эта вот ошибка системы. Да. А как раз проживание в каких-то сельских местностях, да, оно помогает работе иммунной системы. Во-первых, в сельской местности мы больше встречаемся с какими-то патогенами нашей иммунной системы. Всё время в работе с внешней средой. Ей, ну, условно, некогда заниматься такой ерундой, как аллергия. Она и так занята, она и так там борется с внешним врагом, а аллергия – это атака на что-то нейтральное. Например, почему вдруг организм начинает атаковать берёзовую пыльцу, которая попадает нам нос? Действительно. Это вот ошибка иммунной системы. Это нормальная иммунная система, которая выдала ошибку, вышла из баланса. То есть у нас такой всё время инь-янь в организме. То есть фокус её внимания почему-то перестроился с чего-то действительно важного, нужного. С вируса на берёзу, на нейтральное. На какую-то пыльцу. Да. И вот в сельской среде, когда там ребёнок растёт, девочка, например, или мальчик растёт, они больше взаимодействуют внешней средой, больше обогащают своё разнообразие, биоразнообразие внутреннее. То есть они более готовы к тому, что внешне может оказаться больше аллергенов каких-то интересных. Больше даже, скорее, агрессивных агентов. Они больше, да. И это не значит, что городские жители, они вообще слабые и хилые. Как же, смотрите, мы сейчас, когда приходим в любой какой-то хороший супермаркет, у нас стоит средство для мытья фруктов, ягод. Уж я не знаю, чего ещё, как нас правильно учат, как мыть руки до плеча или хотя бы по локоть. Как правильно обрабатывать. У нас везде антисептики, у нас везде какие-то салфеточки. Мы все переобработаны. В моё время бабушка говорила, каждая соринка во рту витаминка. Почему сейчас люди всё обрабатывают, и однако же их иммунитет, в отличие от того, что он должен, по-моему, на самом деле быть настолько защищённым и ничем не отвлекаться, он всё равно продолжает находить для себя какие-то более интересные вещи и даёт ошибку в своей системе. Но здесь тоже про баланс. Здесь тоже про баланс, потому что мы не даём иммунной системе работать своим вот этим гипер... Гиперконтролем. Гиперконтролем. Тогда получается, права, там многодетная мать, которая первому ребёнку как бы пустышку моет, полоскает, кипятком обливает, на втором ребёнке она уже там облизнула и в рот вставила, а на третьем вообще с пола подняла и вставила. А четвёртый, проблема кота, что он ест из миски кота. Да-да-да-да-да. Абсолютно. Это получается отсюда тоже? Есть в этом тоже какая-то доля правды? Или это миф? В этом тоже есть доля правды, но это вечный спор инфекционистов с инфекционистами. Здесь тоже нужно включать рациональности. То есть понятно, что перед едой лучше помыть руки. Ну понятно, что не до абсурда доходить, из метро не облизывать перекладину. Кстати, как показали, смывы из метро не так всё там печально. Да? Да. Гораздо бывает иногда в других местах всё гораздо печально. Метро, ну да, есть патогены, но они не вызовут какую-то эпидемию чумы у нас глобальную. Это радует. Во многих странах, в крупных метрополитенах мира проводились такие исследования, брались смывы, смотрели, что там растёт. С поручни, с сидений. Ну как бы растёт, но ничего такого экстра. Редко встречались какие-то страшные-страшные патогены. Ничего сильно интересного не нашли. А про что тогда мы можем сказать, что вот прям есть какие-то конкретные причины, которые могут угнетать иммунную систему женщины? Вот прям конкретные причины, вот чего следует даже не то, чтобы бояться, но к этому относиться с осторожностью, без гиперконтроля, без какой-то вот такой истории. А вот именно спокойно, но обращать на это внимание. Первое, наверное, что я бы хотела отметить – ожирение. Стремительно растущее ожирение и среди женщин. Очень большой процент женщин сейчас набирает массу тела и набирает её… У нас есть ожирение по женскому типу, когда мы откладываем в области бёдер, например, а есть ожирение по мужскому типу, когда мы откладываем висцеральный жир, то есть жир вокруг внутренних органов. И женщина… Пассательный круг, так называемый. И женщина, когда начинает откладывать вот этот висцеральный жир, то её, во-первых, при ожирении возникает хроническое воспаление, то есть это хроническая воспалительная активность иммунной системы. Это с одной стороны. С другой стороны, висцеральный жир повышает кардиоваскулярные риски, то есть это риски каких-то сердечных заболеваний, заболеваний ишемии мозга, ишемии сердца и так далее. И рост числа женщин с ожирением, он очень большой. И вот среди женщин как раз перименопаузы, после именопаузы мы видим рост женщин с избыточной, не просто с избыточной массой тела, а с ожирением и с висцеральным типом ожирения. Мне кажется, вот сейчас, на мой взгляд, это глобальная проблема. Ну, следующее, наверное, то, что бы я хотела выделить, это снижение активности. Физической? Физической. Подвижности. Подвижности, особенно, опять же, в перименопаузе, в менопаузе. Почему-то у нас принято, что женщина уже в это время не должна танцевать, петь, ходить в спортзал, плавать, бегать. И вести активный образ жизни. И нарушение сна. Тоже вот эти неправильные ритмы сна очень сильно, значимо всё-таки оказывают воздействие на наш иммунитет. Ну, курение. Мы видим стремительный рост курения среди женского населения. Причём он молодой. Молодой. Если там до каких-то, в начале 90-х, в конце 80-х процент курящих женщин был очень-очень небольшой, то в 90-е у нас произошёл резкий скачок курящих женщин. Практически мы выровнялись с мужчинами. И иногда даже в какие-то годы бывали даже вот прям резкие росты. И сейчас мы тоже видим продолжающийся рост, прирост курящих за счёт женского населения. А для женщин это очень негативно. Для неё, для самой, для её потомства. И что самое страшное, как показали исследования, для потомства её детей. То есть курящая бабушка... Так как женщина передаёт как раз генетически... Да, все вот эти ошибки и поломки. То есть курящая бабушка может быть опосредованно, каким-то образом повлияла на развитие астмы. Марина, спасибо вам большое за то, что вы сейчас сказали, что бабушка передаёт не заболевания, а ошибки и поломки. И это, наверное, кардинально по-другому звучит. И, возможно, в таком контексте для кого-то это будет более существенно в плане восприятия. Вот спасибо вам большое за то, что вы сказали, что именно ошибки и поломки не заболевания, а именно то, что где-то у неё своя система уже во время какой-то вредной привычки или вредного воздействия чего-то. Может быть, она в какой-то зоне желания обычной. Да. И потом она передаёт это. И чем меньше мы сегодня нарушаем какие-то определённые образы жизни, тем меньше ошибок мы передадим своему генетическому фонду в будущем. Всё правильно. Отлично. Это прямо сейчас звучало очень качественно и очень... Я надеюсь, что это прямо доступно будет воспринято, потому что это очень классно. Микрофлора, которая находится в кишечнике и во влагалище, это часть иммунной системы женщины. Микрофлора интимной зоны связана с репродуктивным здоровьем, поэтому так важно поддерживать её и вовремя обращаться к врачу. Чувствительная микрофлора в влагалище остро реагирует на любые раздражители, стрессы, ослабленный иммунитет и даже смену климатической зоны. Следовательно, она нуждается в бережной поддержке и, к счастью, для этого сегодня существует множество решений. Например, у компании Эгис есть специальный женский провиотик, биологически активная добавка в виде капсул для приёма внутрь – вагилак проледи. Комбинация лактобактерий в составе вагилак проледи хорошо изучена и может способствовать поддержанию женской микрофлоры. Современный женский провиотик вагилак проледи можно принимать даже во время критических дней. Разрешён к применению у женщин и девочек с 10 лет. Вагилак проледи можно принимать так, как удобно именно вам. Просто запить водой. Я читала такую статью научную, что оказывается нельзя укрепить иммунитет, что вот иммунная система, она уже есть сама по себе, и что-то с ней вот там укреплять, что-то с ней делать вообще невозможно. Единственное, что можно сделать, это как бы всегда её поддерживать в каком-то рабочем балансе. Что вы можете про это нам рассказать? Опять, вот даже и вы повторили слово баланс. Действительно, это так. Иммунная система – это агрессор. По своей структуре – это очень-очень агрессивное состояние. По большому счёту они нас защищают. Они нас защищают. То есть это наше внутреннее войско, которое защищает нас. И оно всё время наготове, оно всё время натренировано. Я всегда пациентам рисую образы огромные мускулинные такие альфа-самцы, готовые всегда пойти в бой и заступиться за нас. За нас хрупкую, милую девочку. А внутри нас вот эти огромные альфа-самцы. А мы их спаиваем, скуриваем. А и пытаемся укрепить. Даём им обломовым и пожить, полежать, где-то отдохнуть, на всё забить. Правда? Да. И плюс, если этого альфа-самца ему развязать руки и выпустить на волю и укрепить ему, условно, дать ему дополнительно выпить энергетик, какой-то энергетик для иммунной системы, что мы можем получить? Мы гиперстимулируем иммунную систему. А если у него нет, представим себе ситуацию, нет внешнего врага, куда он пойдёт? Ему же нужно свою силу куда-то приложить. Конечно, мы и получаем рост иммунных каких-то заболеваний. То есть не надо её укреплять, надо её балансировать. У нас в организме... Нужно едать, чем заняться. Во-первых, чем заняться, во-вторых, не надо её укреплять. Она отлично укреплена. Если исходно нет дефекта генетического, она отлично укреплена. У нас есть способы его натренировать, правильно натренировать, например, вакцинацией. Когда мы даём такую слабенькую копию какой-то бактерии или вируса, и он на ней, собственно, мини-войну такую закидываем. Мини-войну, да. Закидываем, он на ней натренировался без ущерба своему организму. А дальше, если придёт настоящий враг, он уже знает, как с ним бороться. И вот как раз никакие стимуляторы, они могут сыграть с нами злую шутку. Мы даём какие-то иммуностимуляторы, иммунные препараты в тяжёлых заболеваниях. То есть это в моменте может быть очень классно, удобно, здорово, но последствия этого, естественно, всё равно дадут о себе знать. Плюс большинство известных иммуностимуляторов нужна ещё, конечно же, доказательная база. А иммуностимуляторы истинные какие-то, которые мы применяем, это тяжёлые заболевания. А есть какие-то натуральные, естественные, не знаю? Сон, смех, спорт. То есть всё так настолько банально, примитивно, прям естественно, как в принципе всю жизнь было. Закаливание, вакцинация. Но это же говорит о том, что в своё время наши предки, не имея такой-то какой-то научной базы, исследований и так далее, и тому подобное, они же как-то свою иммунную систему в балансе держали, и у них не было каких-то препаратов, какой-то там супераптеки. И им удавалось. Значит, действительно достаточно всего того, что природа создала. Они нам передали тоже интересный генетический материал наши предки. Да, они, конечно, продолжительность жизни была их меньше. Умирали они от других причин. Это были инфекционные всё-таки заболевания. Чаще всё-таки смертность была от инфекционных заболеваний. Сейчас всё-таки наше поколение умирает больше от сердечно-сосудистых, заболеваний там лёгких, рака и так далее. Но сам генетический вот этот иммунный ответ, он тоже постоянно модифицировался. Например, какие-то эпидемии чумы. Было интересно, очень видела статью. Провели анализ костей ДНК тех людей, кто погиб в чуму, и те, кто выжили после чумы. И те, кто выжили после чумы, они больше несут склонность к аутоиммунным заболеваниям. Да, с одной стороны, у них был выше иммунитет против чумы, но обратная сторона медали нам сейчас аукнулась. Досталось. Досталось. Потому что вот погибли те, кто от чумы не мог справиться. Погибли те, кто не смогли создать. А выжили и отдали свой генетический материал те, кто смогли... Смогли такой ошибкой. Но вот это, так сказать, оборотная сторона медали. Поэтому иммунная система связана плотно с генетикой, и она всё время меняется под воздействием тех факторов, где мы живём всё-таки. Что мы передадим своим потомкам, тоже покажет время. То есть по большому счёту нам всегда нужно помнить о том, что мы в данный момент живя, как бы работаем не только на себя, но и на большое количество, много людей из дальнейшего будущего поколения нашего. Да. И мы работаем в том числе на нашу планету. Мы, живя на этой планете, взаимодействуем с нашей планетой. Сейчас есть концепция One Health, одно здоровье. Это общее здоровье нашей планеты, нас, животных, растений. И вот эта концепция как раз... Единого целостного организма, который взаимодействует и полностью друг от друга зависит. Да. И каждое наше действие может отразиться и на нашей иммунной системе, внутри нас, и на внешнем окружающем мире. И тут тоже мы несем на самом деле на наших плечах ответственность есть. Такая глобальная на каждом из нас. Это 100%. И вот как раз в продолжении этого я хотела бы спросить, Марина, как вы относитесь к тому, что на иммунитет... Ну вот есть тоже такая теория концепции, которую я сама в эгиду своей деятельности очень придерживаюсь, что психологическое здоровье очень сильно влияет. Да. Однозначно. Отлично. А что вы можете об этом вот сказать? Наверное, есть замечательная шутка. Все болезни от нервов и только сифилис от любви. И вот это абсолютно верно, потому что нейрогурморальное управление от центральной нервной системы, оно тоже зависит, и оно управляет в том числе и иммунной системой. Было замечательное исследование, мне оно очень-очень нравится, когда смотрели на процесс восстановления после инфарктов у мышки. И когда у мышки был как бы благоприятный фон, у её была хорошая стимуляция нервными окончаниями её сердечных клеточек, процесс восстановления был лучше. А вот когда перерубили нерв, процесс восстановления был хуже. А в процессе восстановления участвуют иммунные клетки. Они приходят, им нужно убрать старые клетки погибшие, привезти там те, кто будут работать, строят новые клеточки. И, соответственно, в том числе было доказано нервное управление иммунной системой. То есть если пациент позитивно настроен, процесс восстановления, реабилитации, конечно, происходит лучше. И, собственно, заболевание протекает в чём-то даже проще с таким пациентом работать, когда он на каком-то позитивном настрое. Действительно, такие исследования есть. Понятно, что только хорошим настроем, уверенностью в победе. Конечно, нет. Не победить, но это даёт нам дополнительный бонус в борьбе со всеми-всеми заболеваниями. Ну, вот я так скажу со своей как бы сферы, что в любом случае на любого человека и в тот момент, когда он болеет, либо с какой-то болезнью пытается как-то сладить, потому что бороться мне слово не нравится, потому что пока мы с болезнью боремся, борьба только увеличивается. И хотелось бы с ней просто как-то научиться жить, и рано или поздно болезнь отступит. Так вот, однозначно, сто процентов влияет состояние человека. Если он в угнетённом состоянии, если у него есть потеря смысла жизни, если он не видит свои задачи, функции, роли, миссии, предназначения, если он давно уже такой потеряшка, он не видит себя в этом мире, в этом обществе, то, конечно же, и смысла как-то продолжать дальше жить у него гораздо меньше, чем у человека, который заинтересован. Почему очень многие бабушки продлевают себе молодость за счёт внуков? У них появляются новые задачи, они чувствуют себя значимыми, нужными, важными, они чувствуют себя уместными, что на них весь мир теперь уже поставлен, и они болеть начинают реже, и подвижность у них, активность гораздо начинает усиливаться, независимо от того, что буквально полгода назад бабушка могла лежать, сидеть и жаловаться только на болячки, и общаться только со своими подружками. Поэтому здесь в любом случае есть такое заезженное слово «состояние», но, на мой взгляд, именно это состояние, фоновое чувство, настроение, потому что, если мы будем говорить про иммунитет, иммунитет, вы же сами сказали, что это какая-то определённого рода войско, но его же надо правильно настроить, потому что, если войско правильно настроено, оно победит всех, но если у войска настроение так себе, вот это фоновое состояние, то и тут борьба как бы будет не очень активная, ну и, естественно, может закончиться всё гораздо печальнее, быстрее и незапланированно, не так, как хотелось бы. Поэтому вот с этой точки зрения мне, конечно, очень близка вот эта концепция и теория того, что именно психологическое здоровье тоже имеет огромное влияние на иммунитет. И когда человек заинтересован, он может практически совсем справиться. И вот тоже таких случаев всё больше и больше, даже когда люди онкологию побеждали только за счёт того, что они в том числе, то есть это не панацея, не самолечение, но в том числе были внимательны именно к своему психологическому здоровью, занимались этим. Марина, скажите нам тогда ещё продолжение нашего разговора, и как бы, может быть, даже мы так немножко подытожим. Можете нам дать какие-то топ, допустим, ну, десяти советов, что нужно делать для того, чтобы дружить со своим иммунитетом? Чтобы эта иммунная система нами была довольна, чтобы она чувствовала, что мы заодно, что у нас общие цели, что мы будем друг друга поддерживать и помогать. Наверное, топ советов начинается со здорового образа жизни. Здесь... Но так много об этом говорят. Вот что конкретно? Что конкретно? Освободить лёгкие от табачного дыма. Употребление алкоголя должно быть максимально минимизировано. По праздникам. Правильное питание. То есть уменьшение количества сахара, ультрапроцессированных продуктов, то есть продукты, которые были глубоко переработаны, увеличение количества клетчатки, увеличение подвижности, наслаждение жизнью. То есть всё-таки не есть, не жевать с унынием листок капусты, если ты его ненавидишь, но найти что-то, что ты любишь, или приготовить эту капусту вкусно, и уже, чтобы это было приятно, подвижность, правильный, регулярный сон. Сколько это? Сколько правильно, регулярно спать? Сколько правильно, регулярно двигаться? Сколько? Ну, по поводу сна. Здесь, скорее, режим. Иммунная система очень любит режим. Ложиться и вставать в одно и то же время, причём ложиться, там, пики секреции, мелатонины считаются, там, с 11 до часа ночи, то есть к 11 вечера нужно быть в глубокой фазе, то есть час уже как спать. То есть в 10. За пару часов вы желательно готовиться, настраиваться на сон, а не на то, чтобы возбуждать свою нервную систему, которая потом в 10 скажет, а я не засну, ну, естественно. И просыпаться в одно и то же время, в том числе по выходным. То есть если вы в будни встаёте в 6-7, то в выходные придерживаться плюс-минус этого же графика. Просто можно поваляться до 9. Да, но при этом лучше поваляться с какой-то книжечкой, потянуться, сделать какую-то, может быть, расслабляющую гимнастику в кровати. Это должен быть подъём, в смысле просыпание. Физическая активность. Ну, считается сейчас не менее трёх часов в неделю хорошей физической активности. То есть такой вот довольно интенсивный, интенсивная ходьба, подъём по лестнице. Но на самом деле хотя бы каждые 40 минут, например, в течение рабочего дня встать, пройтись, подняться на 2-3 пролёта, вернуться, это уже тоже будет хорошая физическая активность и запуск каких-то процессов в организме. Не так это много. И быстро это можно внедрить, даже элементарно заменить какие-то автоматизированные процессы больше пешими. То есть где-то на лифте не подниматься, подняться пару этажей пешочком, ну, если вам там не на 20 этаж ехать, да. Где-то, может быть, пешком дойти, где раньше вы бы поехали на машине, но в какой-то день решить, что погода хорошая, почему бы и нет. Или даже если нехорошая, взять зонт. В общем, как-то больше в образ своей жизни ввести подвижность такой незапланированной, не то, что я должна взять сумку и пойти в спортзал, а вот такой вот, какой-то поверхностный, который даёт возможность, позволяет это сделать незапланированно и неудрючённо чем-то, да. Опять же, по поводу удручённости. Если вот это надо взять сумку и пойти в спортзал, это обязаловка. Если вы не получаете от этого кайфа, если вам не приносит это удовольствие, это и не принесёт пользы. А всё-таки спорт, он должен давать нам эндорфины, должен нам давать гормоны радости, которые помогут нашей иммунной системе. И здесь, наверное, может быть, если вам не нравится зал, найдите свой вид спорта. Как показало моё общение с пациентами, бывают самые неожиданные виды спорта. У меня один раз, у меня есть милая барышня, она занимается боксом. Она в таком восторге, она купила себе розовые перчатки, розовый шлем, она так счастлива, она бежит на эту тренировку. А там молодой человек, в 18 лет, отдал маме свою самбовку, сказал, всё, мама, спасибо, самбо, это было здорово, но я хочу танцевать. И он танцует бальные танцы, и он тоже этим счастлив. То есть найти свой счастливый вид спорта. Для кого-то это плавание, для кого-то это йога, для кого-то это танцы. И это может быть самый действительно неожиданный вид спорта. Ну и, наверное, топ ещё советов по укреплению иммунитета, если уж мы говорим про его укрепление, это вакцинация. Про неё тоже не стоит забывать. Тут много споров, много противоречивой информации, очень много мифов о том, что это всё очень портит иммунитет, наоборот. Вы же знаете, что сейчас молодые родители всё чаще и чаще говорят о том, что мы живём без вакцины, без мяса, ещё без чего-то, я не знаю. Недавно погиб очередной ребёночек от коклюша. У нас какой-то космический рост коклюша в стране, у нас космический рост кори. Но это доказано, что это невакцинированный ребёнок. Это невакцинированные детки. Та же кори, например, она чем опасна? Это не просто вирус. Кори, во-первых, её давно научились в помощь у вакцины предотвращать. А кори, чем плоха инфекционный агент, поражает клетки иммунной системы и подтирает память этим клеткам. И даже, например, ребёнок, выздоровевший от кори, может через месяц погибнуть от простой какой-нибудь простуды, которой он болел миллион раз, потому что иммунные клетки затёрты корью. И действительно, это невакцинированные детки. У нас очень высокий рост и кори, и коклюша. Мы видим... То есть если раньше мы действительно забыли про эти заболевания, то сейчас, видимо, страх и ужас перед этими болезнями ослаб. Мы забыли, как это было страшно. Ну и плюс вот этот модный тренд, что мы сами решаем делать прививку или нет, или я могу написать отказ. Да, но это вопрос просвещения. Вот. Вот это шикарная фраза. Конечно. Это от незнания. Это незнание. Надо поговорить, надо объяснить. И действительно, да, зачастую врачу на приёме за 12 минут очень сложно бывает вот это провести беседу. Да просто сложно даже выявить, насколько мама категорично настроена против прививок. Она же может сидеть и делать вид, что да-да-да, я не против. Но пишет отказ. Но пишет отказ, да. Вот прям как будто какая-то должна быть отдельная служба, которая для них должна проводить дополнительные беседы. Но это же касается и взрослых. Конечно. Там после 35, после 45, особенно если есть хвост уже какой-то хронических заболеваний, тоже надо вакцинироваться. Там, например, курящая там женщина после 45 и лучше пройти вакцинацию, например, или после 50 от пневмокок. Это защитит её уже повреждённые лёгкие от каких-то респираторных тяжёлых инфекций. Однако у нас люди почему-то, выйдя из детского возраста, забывают о вакцинации. Взрослым она тоже необходима. Это тоже помогает иммунной системе. Кстати, тоже интересный факт о женщинах. Женщины лучше образуют антитела после вакцинации, в отличие от мужчин. Тоже такая интересная особенность. Когда делаешь вакцину, у женщины она, скорее всего, будет более эффективна, чем у мужчины. Мы можем тогда сказать, что иммунолог, он с генетиком как-то всё время в параллели, потому что в глобальном смысле слова в иммунитете есть вот это продолжение, то, что потом впоследствии генетику тоже, возможно, будет интересно. Наверное, иммунолог это человек, который взаимодействует со всеми. Какую профессию ни посмотри, везде есть участие иммунных клеток. И везде есть вот эти процессы дисрегуляции. Например, если мы говорим про аутоиммунные заболевания. Влияние иммунитета, собственно говоря, в каждой категории. Приходится немножечко разбираться во многих-во многих патологиях. Не только в астме, крапивнице, то, с чем мы непосредственно работаем, как аллергологи, но и помнить о целостности организма. Марина, очень сегодня была важна, на мой взгляд, информация, но мне больше всего понравилась подача, потому что вот то, насколько просто вы об этом рассказываете, о сложных вещах рассказываете просто, вот на мой взгляд, это сейчас вообще очень важно, потому что, если для людей информация доходит в весьма таком научном каком-то виде, как ссылка Википедии, ну и так никто, ничего и не поняв, делает вид, что все все знают. А вот здесь все-таки есть информация, и давайте вот как бы подытожим. Я правильно понимаю, что, по большому счету, иммунитет — это вот такое войско, которое на нашей защите. Если мы с ними научаемся правильно взаимодействовать, общаться за своим войском, следить, ухаживать и давать ему все необходимое, постоянно, грубо говоря, недефицитарно содержать его, ну пусть не изобильно, но хотя бы достаточно для того, чтобы оно выполняло свои задачи, роли и функции и служило нам на службу, а не на вред, потому что, если с войском что-то произойдет, иммунная система даст какой-то сбой, то ошибку этой иммунной системы будет, грубо говоря, видеть каждый доктор на диспансеризации. Как минимум, это уйдет в аутоиммунное заболевание, как максимум, это может перерасти во все, что угодно, вплоть до смертельного, то есть онкология. А для того, чтобы с этой иммунной системой правильно взаимодействовать, ничего нового не придумали, нет какой-то волшебной, не знаю, японской таблетки или метода китайского, древнего, или еще что-то как-то, все просто предельно, это образ жизни, где есть нормальный сон, нормальный режим, нормальное питание и взгляд постоянно, фокус внимания на себе, на том, что с тобой происходит, взгляд включенный, когда человек находится с собой в контакте и он понимает, что у него не то, чтобы как не у других, а не то, чтобы как с ним не было такого раньше. Это основное или что-то хотелось бы еще добавить, потому что мне хотелось бы, чтобы какая-то была вот такая информация, в которой вам кажется, что мы достаточно сегодня смогли дать полезности для наших женщин. На самом деле, что я хочу добавить, то это то, что я благодарю вас за то, что вы несете просветительскую функцию. Обычные эксперты сидят в своем углу и там выращивают свой бонсай какой-то научный, а вы нас вытаскиваете из наших углов и позволяете нам нести информацию людям, которая нужна. И вот это именно информирование, это ключевое в работе с и пациентами, и с потенциальными пациентами. Именно благодаря вашим, наверное, подкастам мы можем информировать. Выдать им знания, они потом получат умение и в конце все закрепится навыком. То есть вот в любом случае знание, умение, навыки никто не отменял. Ну и давайте тогда скажем уже на этот счет, что снова звучит у нас слово ответственность, потому что никто, кроме нас, и кто если не мы, и когда если не сейчас. И опять-таки учиться-учиться и продолжать, продолжать, наверное, находить для себя какой-то вот уникальный, комфортный образ жизни, который будет соответствовать и качеству той жизни, которую хотелось бы, и физически, и физиологически, и в психологическом, и в эмоциональном, во всех смыслах слова. Чтобы он был полноценным. Да, все верно. Постоянно быть в балансе, и в дружбе, и в любви с своим организмом, со своим телом, и самим с собой. Марин, спасибо вам большое за то, что вы к нам сегодня пришли, поделились своим экспертным мнением, своим опытом, и такими прекрасными советами, которые, я вот на сто процентов уверена, кто-нибудь сегодня для себя что-то очень важное услышал и обязательно заберет с собой. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. До свидания. Это был подкаст «Глубоко о женском». И я надеюсь, что мы смогли помочь вам рассеять свои сомнения и понять, что все перемены в организме женщины нормальны. А я желаю вам хорошего дня и прощаюсь с вами до следующего выпуска. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин